Записали стихи русских поэтов на видео и выложили в интернет. Шесть детсадовцев стали участниками всероссийского интернет-конкурса. Дети читают стихи. У наших земляков более шести тысяч конкурентов. Северодвинские малыши хотят победить. Им необходимо набрать большинство голосов в интернете. И на землю, и на дом, на березу под окном, на афишу и на крышу, а потом на дядю Мишу. Как получилась зима, Алексея Крылова рассказывает шестилетняя Диана. С этим стихотворением девочка участвует во всероссийском интернет-конкурсе «Дети читают стихи». Вместе с ней на всю Россию засветился ее ровесник Савелий. Помимо того, что дети вместе читают стихи, ходят в одну группу, также вместе проводят концерты. В ноябре на 35-летие родного сада ребята были ведущими. Несмотря на общие интересы, представления о будущем у друзей расходятся. Воспитанники Винни Пуха не единственные северодвинские участники всероссийского конкурса. Еще четыре наших детсадовца читают стихи на всю Россию. Трем по шесть лет. И лишь одна северодвинка Ульяна Симушина – номинант в самой юной категории. Ей три года. Чтобы поучаствовать в конкурсе, свое исполнение стихов нужно было записать на видео. На сайте ролики разместили более шести тысяч детей и взрослых. Соревнуются как в индивидуальных, так и в коллективных номинациях. Оценивают творческие труды известные детские писатели и поэты. Ну, участие в конкурсах честцов – это возможность прикоснуться к настоящей поэзии. И вот наша задача главная – помочь ребенку проявиться, почувствовать прелесть родного языка, прелесть природы, прелесть вообще всего. Поддержать юных северодвинцев еще можно. Крайний срок – 30 января. Конкурс «Дети читают стихи» можно найти в интернете. Слева выбрать возрастную категорию «Нужный город». Открыть видео ребенка, за которого хотите проголосовать, и сверху нажать знак «Понравилось». За одного конкурсанта можно отдать один голос. Евгения Карелина, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска. Перекладятся мечты.